Из мелкого хулигана в наркодилеры в столице задержан очередной поставщик Спайса. 25-летнего парня взяли с поличным, когда он собирался прятать закладки для клиентов. И, видимо, его услуги пользовались большим спросом. При обыске у продавца смерти оперативники нашли 350 граммов психотропа. Впрочем, это далеко не первый раз, когда молодой человек зарабатывает вразрез с законом. Он уже был судим за менее тяжкие преступления. Апогей криминальной карьеры и ее закат в сюжете Татьяна Кашпур. Закладчик. Эта профессия у всех на слуху. Но вряд ли ее можно встретить в списке вакансий. Обычно на это дело поставщики Спайса берут людей проверенных из узкого круга. На Золотые горы, которые обещал работодатель, соблазнился и житель Солигорска. 25-летний парень без раздумий согласился заполнять нарконишу столицы. Но реальность сурова к продавцам отравы. Долго на свободе такие не ходят. В ходе проведенного комплекса оперативно-рассынканных мероприятий на территории Фрунцкого района был задержан житель Солигорска, работающий закладчиком в одном из интернет-магазинов по распространению наркотиков. На съемной квартире в микрорайоне Сухарева, а также в ходе личного обыска задержанного, было обнаружено около 350 грамм курительных смесей под названием Спайс, а также 6 грамм психотропных порошков. Электронные весы, множество пакетов для расфасовки наркотика. В одном таком пакетике от 5 до 10 граммов Спайса. Для наркотиков это довольно крупная закладка. Скорее всего, дурман парень продавал не столько прямому потребителю, сколько мелким оптовикам. А значит, есть шанс закрыть налаженный конвейер избытчиков смерти. В данный момент проводятся оперативно-рыскальные мероприятия, но в становлении лиц, администрирующих данный интернет-магазин, в последующем лица будут задержаны. Незаконным хобби парень подписал себе суровый приговор. Статья, по которой ему предъявлено обвинение, предусматривает до 13 лет лишения свободы. Хотя молодому человеку не привыкать к жизни за колючей проволокой. Он уже был судим за кражу и угон. Видимо, свой 26-й день рождения он тоже проведет в строгом режиме. Татьяна Кашпо, Александр Шертакович, Зона Х, Минск.